Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в спор и в этой серии нам предстоит основать нашу первую колонию за пределами нашей солнечной системы и посетить где-то была по-моему планета, которой уже нету, скорее всего, блин. Да, здесь была какая-то планета, которая подавала какие-то сигналы, но я уже не знаю, какая из них. Хорошо, мы пока что идем по основному заданию, а именно колонизация выбранной планеты, которую выбрали наши ученые, решили, что именно эта планета лучше всего подойдет для колонизации. Планеты, движущиеся по зеленым орбитам, легче всего поддаются терраформированию и колонизации. С планетами, чьи орбиты подсвечены красными или синими, придется труднее. То есть, вот это лучше, по идее, да? А, ну да, Котор, как раз туда, куда нам надо. О, какая смешная зашитая планета. Колонии можно создать на любой планете, от бесплодных спутников до плодородных оазисов. В колониях происходит сбор пряности, которую затем можно продавать. Окей. Мне советовали разместить колонию возле источника воды. Как-то это будет сделать нелегко, по-моему, здесь, на данной планете. Ну окей, давайте вот где-нибудь здесь, между двумя источниками пряности, чтобы хоть как-то было весело ребятам, хоть было чем заняться. И вспоминаем, куда? Вот сюда. Колония. Да, два источника пряности. А, слишком близко к источнику пряности. Ага, я понял. Окей, ну три мы точно не захватим. Запускаем шаттл маленький с колонистами. И они начинают строить город. Точнее, город сам строится. Отлично. Вокруг города образовалось защитное поле, которое защищает город от вредоносной окружающей среды. Поздравляем, вы создали империю, производительность любой колонии зависит от ее размера, который в свою очередь зависит от терраиндекса планеты. Развитие терраформирования приносит большие награды. Хорошо, развитие терраформирования большие награды. Так, что дальше? Возвращайтесь домой с победой. Планета успешно колонизирована. Но это только начало, на самом деле. И нам придется летать к каждой планете, чтобы забирать в нее те пряности, которые планета выработала. Окей. Возвращаемся домой. Мы получили одно очко рейтинга вот этого. Или что это было такое, я не помню уже. Вы собрали пряность. Пряность это очень ценный продукт потребления. Каждый раз при посещении своих колоний или родной планеты собирается пряность. То есть нужно летать и собирать. То есть автоматически она собираться не будет. Может быть какие-то модули будут потом в дальнейшем, но... Которые будут, я не знаю, на банковский счет мне пряность перечислять. Поговорим с ребятами. Отличная работа, капитан. Однажды наша империя станет самая могущественная во вселенной. Мы рассчитываем на то, что ты будешь регулярно посещать новую колонию и забирать добытую там пряность. Наши ученые разрабатывают новые технологии, которые помогут увеличивать терраиндекс планет. И однажды мы сможем улучшить условия жизни в новой колонии. А пока у нас есть более насущие проблемы. Может продолжим? Продолжим. Капитан, мы перехватили сигналы, которые судя по всему исходят из неизвестных нам разумных существ. Мы хотели попросить тебя найти их и попробовать установить контакт. Можешь воспользоваться системой поиска разумной жизни. Ты возьмешься за это? Хорошо. Как мне с ними общаться? Видео-коммуникатор оборудован универсальным ретранслятором, который помогает общаться с любыми инопланетными расами. Чтобы задействовать коммуникатор, надо находиться в звездной системе, интересующей вас империей. Отлично. Где мне это найти? Нам не удалось точно определить, откуда исходят сигналы, так что тебе придется поискать. Оказавшись в междвездном пространстве, направляйся в те звездные системы, на которые реагирует твоя система поиска разумной жизни. Радиоизлучение и звуковые сигналы признак того, что ты на верном пути. Как я узнаю, что пора возвращаться? В процессе перелетов некоторые детали корабля могут выйти из строя. В этом случае нужно вернуться на родную планету, организовать... Попустите. Организовать ремонт и подзарядку. Также стоит проверить, нет ли других указаний из центра управления заданиями. Кажется, все ясно. Дай мне знать, когда установишь контакт с инопланетянами. Окей. Контакт будет установлен с помощью видеокоммуникатора. Хорошо. Хорошо. Вот у нас уже система. Здесь летают кораблики между нашими планетами. И... Как нам это сделать? Как только приблизимся к их звездной системе. Ну, хорошо. Давайте полетим куда-нибудь. Нам в любом случае нужно отправляться... Я не знаю, куда. Давайте куда-нибудь вот сюда. Ага. Вот стрелочка куда-то. Или эта стрелка нам показывает, нам указывает на центр галактики, скорее всего. Вот эта стрелка. Давайте полетим ближе к центру галактики. Вот. Планета. И отсюда исходят какие-то сигналы. Система... Эй... С... Тей... Ой, боже мой. Я не прочитаю. Так. Планета Гамма была вроде бы. Ах ты. Все сходится. Инопланетная раса существует. Мы не одни. Похоже, они прислали посланника с приветствием. Возможно, нам стоит с ними поговорить. Откроить панель общения. Панель общения. Что-то они не очень рады меня видеть, по-моему. Наша цивилизация поспевает хвалу спорию, который указывает нам правду и просвещает нас. Тем временем ты остаешься в темноте. Чего ты хочешь от нас? Какой прикольный дяденька в юбке такой. Интересно. Я терран. У меня мирные намерения. Да. Смирение. Первый шаг к познанию спория. Говори о том, что гложет твою душу. А слуги спориевы выслушают тебя. Вот это им понравилось. Подзарядка... Подзарядка двигателя, да? Вот это у нас энергия. Расходуется на перелеты. Ну хорошо. Заряжаться мы сейчас не будем. Торговля. Тоже недоступно. Давайте... Не знаю. В задание зайдем. Хочешь помочь делу споря? Давай это обсудим. Я очень умелый. Ты ведь знаешь. Есть какая-нибудь работа для меня? Захватывающие приключения ожидают тебя на планете Стос. Само провидение направляет тебя туда. А поподробнее можно? Управление космическим кораблем это только часть того, что входит в обязанности капитана тебе и твоей команде. Предстоит высаживаться на разных планетах. И здесь тебе понадобятся совсем другие умения. Высаживаться. Наши ученые оснастили корабль устройством для телепортации, которые будут переносить тебя и твою команду на планету. Где вам предстоит выполнять задание. У всех крутых капитанов есть такая, по-моему... Не знаю. По-моему, со мной говорит уже не этот чувак, а мои тираны. Приключения уже не терпятся. Прибыв на планету Стос, выбери экипировку для своей команды, а затем высадись на поверхность. Попробуем. Почему бы нет? Для выполнения некоторых заданий ты сможешь взять с собой десантный отряд. Выполнив задание, возвращайся сюда, вознаграждение будет достойным. Хотелось бы еще уточнить. Давайте дипломатия. Хотелось побольше узнать о вашей расе. Мы империя Квидди. Исповедуем учения, споря и философию веры. Мы слышали о тебе до того, как твой корабль прибыл к нам. И честно сказать, нам не верится, что ты не веришь в те верования, в которые верим мы. Невероятно. Восхитительно. Спасибо за информацию. Давайте еще почитаем, что мы можем... Прими наш подарок. Мне бы хотелось наладить торговлю с вашим народом. Споря не дал нам своего благословения, поэтому мы не можем принять этого предложения. Может, в другой раз. Споря будет хорошо. А ну, дипломатия. Еще один вопрос. Прими наш подарок. У меня еще один вопрос. Давайте ему еще пару десятков тысяч дадим. До свидания. Нет, все равно они со мной не хотят дружить. Оно как-то сейчас... В принципе, еще не так уж долго осталось. Давайте, мое почтение. Хотелось бы дипломатия. Прими наш подарок. Так, у меня еще есть вопрос. Дипломатия. Прими наш подарок. И еще дипломатия. Прими наш подарок. Будем друз... Сейчас на тебя все деньги солью. Блин. Будем друзьями. Знаете, так... Так, сколько... Еще вроде как совсем-совсем чуть-чуть. Ммм. В общем, сто тысяч это не деньги, как я понял. Вот, отлично. У меня еще один вопрос. Дипломатия. Мне бы хотелось наладить торговлю с вашим народом. Мы созвали по этому поводу совет старейшин. Спорь и благословил наше решение. Не сомневаюсь, скоро дело пойдет. Все. До свидания. Стоп. Почему до свидания? Здравствуйте. Торговля. Колония. Создаем колонию. Здесь, по-моему, колония стоит дешевле. Но у нас осталось всего лишь пять... А, это у них пять тысяч пряностей. Да. А у меня денег осталось ровно ноль. Ровно. Подчистую мы. Да, очистили звездные карты, фильтры, союзники, враги. Понятно. Возвращаемся. Здесь мы теперь видим, что налажен торговый путь. Так. Сюда нас не пускают. А что здесь? Почему здесь такой флажочек стоит? Так. Это какие-то фильтры. Наверное. Да, вот. Это что значит задание? А, здесь у меня задание на планете Стос. Ну, давайте. Почему бы не выполнить это задание? Планета С... Блин. Тут еще какие-то сигналы. Но в любом случае, нужно по этим сигналам как можно чаще выяснять, что это за сигналы. Сканер зафиксировал что-то странное на этой планете. Летите, летите туда и разберитесь в чем дело. Летим и ищем. Что у нас есть интересное. Радар зафиксировал объект поиска на этой планете. Хотя... Что это у нас? Какая-то... Древняя табличка. Я не знаю. Во вселенной можно найти огромное количество редких объектов. Память памятников культуры и окаменелости. Одна из таких редких вещей находится прямо здесь. Вы можете продать ее сразу или собрать целую коллекцию, чтобы получить еще больше спорлингов. Это, я не знаю, заповеди на... Так, ау-ау-ау-ау, да-да-да. Главное не забывать, что еще... Блин, во-первых, гейзеры бывают разнообразные, которые будут мне мешать жить. На планетах могут быть разные-разные гадости. Так, гравил луч. Гравил луч. Захватываем. Да. Скрижаль Силы. Всего артефактов коллекции 10. А, да, 10 скрижалей. Окей. Теперь наша задача вот сюда. Первое приключение, которое мы будем выполнять без нашего корабля. Итак, ты отправляешься в космопорт, где тебе предстоит ознакомиться с азами космических приключений. Ты узнаешь, что ждет тебя на этапе космоса, что делать, чтобы стать лучшим капитаном в галактике. Отлично. Так, экипировка. Боин, шаман, ученый, эколог, дипломат, бард, торговец, фанатик. Ну, это, как я понимаю, что-то типа классов, да. Гравитационная волна возвращает жителей планеты в каменный век. Так, капитан, экипировка. Экипировка у меня пустая, да. Редактор снаряжения. Что у нас тут в редакторе? Нет, наверное, да, все тоже самое. А, нет, 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 нет. Индикатор энергии. Так, здесь все по-другому. Показывает количество энергии, затрачиваемое на использовании тех или иных навыков, а также количество энергии, накапливаемое батареями и генераторами. Без этой энергии вы не сможете использовать свои навыки. Используйте источники энергии для развития персонажей. 10 энергии за секунду, 1000 энергии и 108 жизней у меня. Ускоряет восстановление здоровья. Ну, да, эти у нас параметры так и остались. Зато у меня 4 маскировки есть, что очень-очень сыграет нам на руку, я надеюсь. Ну, все остальное, скорость довольно неплохая. Это танцы были скоростью, вот, троечка довольно неплохая. Щита, щита нету. Так, смотрим. Ну, здесь все у нас по стандарту. Ничего, по-моему, нового не появилось. Или появилось здесь что-то новое таки? По-моему, таки появилось пропеллеры. Какие интересные штучки. Вот шлем. О, так, сколько ты денег стоишь? 50, а вот этот у меня 40 стоит. Блин, а у меня очков неизвестно сколько, да? Ну, давайте попробуем снять этот скафандр, да, и одеть вот этот. А, очков у меня очень много на самом деле. О, оденься ты. Сейчас поднимем тебе скафандрик повыше. Вот, отлично. И теперь опускаем, закрываем. Нет, надо выше. Да, ну вот это можно убрать, по-моему, штуку. А скафандр поднять вот сюда. И теперь опустить его. Закрыть. О, так довольно интересно выходит. По-моему, таки. Ну, нужно было бы глаза ему, наверное, спереди сделать, чтобы лицо было на человеческое похоже. А так ноздри торчат. Ну, ладно, неважно. По-моему. С таким скафандром поприкольно. Все-таки круглый, как-никак. Ну, в любом случае, мы больше ничего уже поставить не сможем. Как-то слишком, слишком мало модулей. Ну, ладно. Вот, с чего мы пришли. Ага. Экипировки у нас 0. Ровным счетом 0. Ой, можно киберглаз. Киберглаза сделаем тебе. Какие-нибудь. Так. Болтов можно понаставлять. О-о-о-о. Здорово. Так, что еще у нас такое есть? Из новых вещей. Есть вот такие наплечники. А ну-ка, как мы можем их изменить? Да подожди, не дергайся. Ага, только вот так. А, нет, еще вот так. Ну. По-моему, ничего интересного. Хотя, если их развернуть наизнанку, вот так вот. Нет, все равно ничего интересного. И здесь появились интересные штучки. Так, стой, так, перестань. Так, вот так, вот так. Понятно. Давайте мы тебе сделаем вот такую штуку. Наверное. Вот это мы тогда убрать можем уже. А вот это поставим сейчас. Так. Ну-ка. Так. Давайте сделаем вот так вот. И теперь вот это вот. Вот так. Как-то все не так, как надо. Ну. Ну. Что-то все-таки не то здесь. И вот так вот тоже что-то как-то не очень смотрится, если честно. Хотя. Да нет. Не смотрится. Вообще-то как-то получился. Ладно. Все. Забыли, забили. Вернем, как было. Можно нажать кнопочку просто отмена. Да. Тут мы ничего пока что интересного не нашли. Да. Интересного у нас просто нет. Ничего абсолютно. Восстановление энергии. Травленный клинок. Энергетический удар. Окей. Высадка на поверхность. Я надеюсь, мне какое-нибудь оружие дадут, что ли? Итак, мы отправляемся в космопор, где тебе предстоит ознакомиться со званиями космических приключений. Ты узнаешь. В общем, все узнаем. Добро пожаловать в Незнамо. Кого здесь только не встретишь. Хочешь найти приключения или стать легендарным капитаном? Тогда поговори с местными обитателями. Добро пожаловать в ваше первое приключение. По завершении этого приключения ваш капитан получит баллы опыта. Вы сможете следить за успехами капитана с помощью споропедии. Когда капитан находится на планете, вы сможете управлять им точно так же, как на этапе существо. Попробуйте прямо сейчас. Поддерживайте уровень энергии на должном уровне. В противном случае вы не сможете использовать часть своих навыков. Нету навыков. Мини-карта очень удобна для навигации по планете. На мини-карте отображается местонахождение капитана цели, задание и место начала приключения. На индикаторе прогресс отображается выполнение и невыполнение задания. Как только индикатор заполняется, путешествие заканчивается вашей победой. Окей. Недавно крупная партия груза прибыла. Извини, времени нет. Блин. Так, прыгать... А, прыгать я не научился. Я надеюсь, здесь прыгательных квестов никаких не будет. Паркура там какого-нибудь. Ну и, видимо, этот робот хочет с нами поговорить. И рассказать нам что-нибудь новое, интересное. Вот у него бластер на руках, а? Добро пожаловать, капитан. Тебя приветствует администрация Космопорта. Если ты хочешь знать, как стать легендарным капитаном, то это место для тебя. Не стесняясь от массы осматриваться, знакомься с местными обитателями. Слава... Слева. Торговец. Он знает все о последних сделках и их результатах. Сзади меня противодитель. И он расскажет об обычаях с разных звездных систем и о том, как выйти из положения, если ты не можешь выполнить задание. Вот это мы посмотрим, потому что задание сейчас будет выполнить, наверное, тяжеловато. Справа от тебя ботсман. Он ведает всем, что касается команды. Вот, пожалуй, и все, чем он ведает. Окей. Ты у нас кто? Ботсман, наверное. Ботсман. Ботсман Гнусавык. К вашим услугам. Ни один капитан, если он хочет... Если он, конечно, не зеленый салага, не станет высаживаться на планету без хорошей команды. Хочешь знать, как ее собрать? Просто нужно обладать такой выдающейся харизмой, как у меня. И тогда ты в два счета соберешь команду прямо на планете. Да, ребята? Но это только на время. Лучше заключать союзы с другими империями, чтобы они присоединялись к твоему флоту. Правда, не в каждом приключении можно высаживаться на планету с командой. От приключения к приключению команда не меняется. Если ты, конечно, поддерживаешь со всеми хорошие отношения, если никто не погибнет в бою. Могут убить союзников? Ясненько. Ясненько. Так. Вот тут дикие танцы начались у всех. Космический... Не видно было кто. Наверное, поторговец, что ли? Нет? Капитан, всегда приятно встретить таких же путешественников, как и сам. Я тоже прилетел со своей планеты, а потом в корабле энергия закончилась. Вот я и застрял здесь, как... В следующий раз, когда захочешь поучаствовать в приключениях, не забудь сперва поспрашивать на своей планете, а потом уже у союзных империй. Наверняка у кого-нибудь найдется для тебя задание. Если хочешь, чтобы приключения никогда не кончались, подпишись на трансляции, загружая приключения, созданные другими игроками. В общем, сделай так, чтобы споропедия постоянно пополнялась. И если ты больше не хочешь участвовать в приключениях, просто щелкни на кнопке выйти из путешествия, вуаля. Ты снова на корабле. Удачи, дружок. Понятно. Так, что это за значки у нас интересные у этих ребятки? Нет, нет, нет. Я его ударил? Ничего, правда. Правда, ничего. Все, говорить он с нами больше не хочет. Поговорить с торговцем. Торговец у меня вот здесь. Блин, жалко прыгать не могу. Неудобно. Надо было такие крылья оставлять. Торговец. Из Звездных войн прям почти. Приветствую, друг мой. Подходи ближе, ближе. Нет, не так близко. Хочешь увидеть настоящий товар? Для меня есть лазерная пушка, заряженный меч и королевское кольцо. Теперь доступно 32 новых вида снаряжения. И у каждого свои неповторимые возможности. Чтобы получить доступ к новым фрагментам снаряжения, нужно повышать звание. Оснастить капитана новым снаряжением можно, дойдя еще до начала... Войдя еще до начала выполнения задания в соответствующий редактор. Удачи. Я выполнил задание. И теперь вот кто-то со мной хочет поговорить. Смешное такое. Здорово, Салави, а я только и с гаммом Мегиа. Там шайку... Боже мой. Торговали чем-то, но ничего больше с ним проблем не будет. Значит, хочешь стать настоящим капитаном, да? Что ж, пусть у тебя предстоит нелегкий. Опасности поджидают на каждой планете. Давай-ка объясню тебе, с чего начать. Первое, на первое, тебе надо выполнить задание союзнических империй. С каждым приключением ты будешь набирать опыта. Чем больше опыта, тем выше твой рейтинг, твой ранг. Ну, а чем выше ранг, тем больше инструментов и навыков. Еще тебе постепенно станет доступно супероружие для корабля. Чего стоим, кого ждем. Вылезай из этой кучи мусора, ищи по себе работенку. Поищи себе работенку. Так, приветствует администрация. Где-то с кем-то я, наверное, еще не поговорил. Вот, с таким вот роботом. Надеюсь, твой любопытство удовлетворено, капитан. Как видишь, тебя ждет целая галактика приключений. А еще галактика ждет твоего нового легендарного капитана. Галактика ждет, капитан. Так, похоже, все готово. Итак, путешествия начинаются. Ты как? Я только за. О, боже. Поздравляем. Первое приключение завершено успешно. Теперь ты можешь совершенствовать свои капитанские способности дальше. Еееее. Сто очков. Левел ап. Выполнено сто процентов. Угу. Вот, что у нас есть. А мне сейчас нужно выбрать, да? Обязательно. Блин, жалко. Ладно. Так. К чему мы тут... Ммм. Нужно выбрать, к чему, собственно, стремиться. Открывает таинственный портал, из которого появляются пираты. Даже не знаю. Вот. Обратный билет. Вернуться на родную систему. Довольно интересный навык будет. Возвращает жителей планеты в каменный век. Ну, тоже, в принципе, интересно, на самом деле. Захватывать планеты таким образом, да? Массовое похищение. Похищает представителей каждого вида. О, тоже интересно. Будет, в принципе, ну, это потом. Когда-нибудь статический заряд. Вводит из строя все вражеские корабли и башни. Весьма интересно. Задушевная песня. Успокаивает инопланетные расы. Позволяет временно наладить отношения. Вливание капитана. Мгновенно купить любую звездную систему, с которой ведется торговля. О, вот это, вот это мой размерчик. Иступление. Обращает жителей звездной системы в вашу веру. Рывок. Рывок. Рывок это не то. Ножевой кастет. Карманный генератор. Встановленный энергетик. Отравленный клинок. Неплохо. Песня гармонии. Вдохновляющая песня. Рывок. Боевой доспех. Ну, вот это интересно, конечно. Генератор ауры. Силовая броня. Поглощение энергии. В принципе, такая неплохая ветка. О, прыжок. Ура! Прыжок будет, наверное. И парение. Прыгать и летать. А, вот эти штуки, как я понимаю, расходуют энергию. Да? Ну, что же, что же поделать. И мега прыжок. Ну, да. Собственно, ничего мы поделать уже не можем. Поэтому удар молнии. Ракетный залп. Вот мы, наверное, таки пока что по первой ветке пойдем. Чтобы было чем нам воевать. Шаман. Призыв насекомых. Атака льдом. Гипноз. Тоже интересно вообще на самом деле. Накопитель. Это энергия, энергия, энергия. Тоже надо качать, конечно же. Укрепление здоровья. Тоже скачать, естественно, надо. Ну, это... Это, конечно, для любителей. И это тоже для любителей, конечно. Ну, вот, в общем, вот это качать. Вот это качать и все вот это качать. Первые три. Первые четыре даже. Ну, короче, не качать только вот эти будем. Ну, пока что. Может быть, она нам понадобится еще когда-нибудь. Но в любом случае пока что берем ножевой кастет. Да. Или отравленный клинок. Призыв насекомых. Атака льдом. И вернуться в родную планету. В принципе... Давайте. Готово. Спасибо.